МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Черничка 26258, рубеж 50, шалон 120 на снижение". Сложно представить в северном полушарии более отдалённое и труднодоступное место. Густой туман, ледники, постоянный ветер. Самая жаркая температура летом – плюс 3 градуса. Земля Франции Иосифа. Когда-то здесь кипела жизнь. Полярные станции, метеорологические обсерватории и бесконечное число военных. Именно Арктика могла стать театром военных действий, перейти холодная война в горячую фазу. Сейчас вся инфраструктура острова лежит в руинах. Нет, бомбежек не было. Просто в 90-е годы Россия покинула северные рубежи, по документам законсервировав, а фактически бросив свои земли на произвол судьбы. Лишь горстка пограничников осталось охранять, покосившиеся ворота в Арктику. В эпоху противостояния за ресурс арктического шельфа на северу стремились взоры всего мира в расчете на нефтедоллары. Наконец, и Кремль заявил, что пришло время возвращаться в высокие широты. Что на самом деле происходит в сердце Ледовитого океана, в самой северной точке России? Что увидят будущие гости и жители островов Архипелага? И для чего все эти годы работала погрансостава в той точке карты, на которую большинство людей никогда не обращало внимания? Ведомственный борт ФСБ России на землю Франции Иосифа – сочетание военной дисциплины и полной непредсказуемости. Мурманск, Наринмарвар, Кутас, Элихард – военные базы на Новой Земле. Неизвестно, где и сколько остановок самолет сделает на пути к цели. В любой момент может поступить команда – разворачиваться и уходить на запасной аэродром. Чем дальше на север, тем капризнее погода. К середине пути самолет проходит точку невозврата. Это значит, что ни до каких запасных аэродромов борт не дотянет. Садиться на ЗФИ придется при любых обстоятельствах. И в любую погоду, какой бы сюрприз она ни преподнесла. Полет над океаном занимает 4-5 часов. Грузовик УАН-26 далеко до комфорта Боингов или аэробусов. Металлические лавки для пассажиров, накрытый сеткой груз посреди салона. Однако заставу Нагурская обслуживает только этот самолет. Здесь и грузы для пограничников, и сами сотрудники погрануправления из отпусков и командировок. Архипелаг земля Франца Иосифа ближе к Северному полюсу, чем к цивилизованному миру. Человек до сих пор здесь гость. Точное количество островов не знает никто. Большая их часть подо льдом круглый год. А ворошить ледники и считать участки суши пока не приходило в голову даже самым отчаянным ученым. Здесь никогда не стихает ветер, а туман очень любит обволакивать острова непроницаемой пеленой. Поэтому летают сюда только самые опытные экипажи. На аэродроме установлена система посадки. Ближние дальнеприводные радиомаяки, которых вполне достаточно для захода по приборам. Но грунтовая полоса и непредсказуемое движение воздушных масс делают посадку незабываемым аттракционом. Посадка 34 минуты. После пробега на 180 в карман. Погранзастава и аэродром неспроста носят имя Яна Нагурского. Первого человека, поднявшего самолет в воздух за полярным кругом. И долетевшего до земли Франца Иосифа. В Арктике нет другого места, на которое претендовало бы столько государств. Земля Франца Иосифа открыта была случайно австро-венгерской экспедицией, которая в 1872 году пыталась проложить северный морской путь. С тех пор здесь побывали шотландцы, британцы, норвежцы, американцы и даже Третий Рейх. Но серьезно осваивать острова начал только Советский Союз. В 90-е годы Россия ушла из Арктики. Этот регион стал не то чтобы не нужен, он просто был слишком дорог в обслуживании. И вот этот музей под открытым небом – это все, что осталось от былой советской роскоши и от некогда большого подразделения советских войск здесь. Единственное, кто смог удержать тогда свои позиции и продолжает держать их сейчас – это пограничники. Возвращение на северные рубежи новая Россия начала с генеральной уборки. В этих белых мешках, разбросанных по всему архипелагу, остатки метеорологических баз, систем противовоздушной обороны, металлолом, стройматериалы, останки оборудования. На ЗФИ по некоторым подсчетам скопилось около 60 тысяч тонн нефтепродуктов. Большинство в обычных бочках, которые того и гляди, начнут протекать. Все это уже два года вывозят с островов специализированной организации вместе со студентами Северного Арктического Федерального Университета. В меру своих полномочий им помогают пограничники. Идет сейчас очистка Арктики по указу президента, как вы знаете. Осуществляем контроль, пропуск лиц в пограничную зону, проверка соблюдения правил пограничного режима российскими, также иностранными гражданами. Оказание помощи в размещении, проживании, обеспечении работы подрядных организаций, как раз, как я уже выше говорил, по экологической очистке островов Архипелага земли Франции Иосифа. Хрупкость арктической природы здесь видна как нигде. Архипелаг даже не тундра. Часть его находится в зоне арктических пустынь. Окрестности аэродрома прорезаны следами автомобилей. Удивительно, но многим из них несколько десятков лет. Почвообразования здесь нет. Если грузовик прошел по земле, колея переживет внуков водителя. Стоит наступить на клочок мха, он останется мертвым. Если уж армейский Урал оставляет за собой выжженную землю, нетрудно представить, что разлив нефтепродуктов в этом районе уничтожит всякую жизнь на многие сотни квадратных километров. Кроме экологической катастрофы, это чреватые интервенции международных природоохранных организаций, пускать которые на русский север власти очень не хотят. Лучше прибраться самостоятельно, пока соседи по арктической коммуналке не начали возмущаться. Громче всего фраза «Мы вернулись на нашу землю» прозвучала в 2008 году. Для пограничников Нагурского построили новое здание заставы. Здесь есть все для комфортной жизни. Жилые блоки, если не смотреть в окно, ничем не отличаются от городских квартир в Центральной России. Разве что горячую воду на время сезонных работ не отключают. Сюда проведен телефон и даже интернет. В центре заставы под куполом разбит огромный зимний сад. В зарослях бильярд, аквариум с рыбками и детская площадка. Многие офицеры живут на заставе с семьями вместе с детьми. Удаленность нам никак не скажется, у меня супруга рядом. Суть работы пограничников на Нагурской тоже мало отличается от любой другой погранзаставы. Основные задачи, которые мы выполняем, это такие задачи, как контроль за надводной обстановкой. То есть суда периодически. На моем счету пока нет судов, но контроль за надводной обстановкой осуществляем. Следим за российскими судами, выход на территориальное море, на всем участке отделения. Дальше контроль за воздушной обстановкой. То есть здесь прецедентов как таких не было, но возможны. Только ставки здесь выше, чем на остальных участках границы. Самый северный аванкуст России неизбежно становится инструментом геополитики. Хотя сами обитатели заставы этой темы избегают. У них своя работа. Ну, ответственность, конечно, чувствуется. Чувствуется большая ответственность за нашу страну, за Российскую Федерацию. Одной из задач является поддержание российского флага, российского триколора на архипелаге земля Франции Иосифа. Просто ради того, что здесь земля Российской Федерации, и чтобы иностранные государства не посягали никаким образом на нашу землю. Ради этого новая техника, рискованные перелеты, дежурство в минус 50 и миллионы бюджетных рублей. Ранним утром Большая Земля выходит на связь и передает благоприятные погодные сводки. Экипаж принимает решение не рисковать и лететь немедленно. Ведомственный борт легко отрывается от полосы и оставляет позади замерзший архипелаг. Через несколько часов он завершит посадку в Наринмаре, дозаправится и возьмет курс на Архангельск. ЗФИ оставляет много вопросов, ответы на которые находятся под грифом «Секретно». Говорят, что над архипелагом постоянно кружат норвежские истребители. Говорят, сюда направлены объективы спутников разведки НАТО. Говорят, что международные экологические организации в Арктике – просто прикрытие для холодной войны за шельф. Говорят. А пограничники на заставе знают, что если они покинут острова, то через несколько лет земля Франции Иосифа заговорит на десятки языков. А Россия потеряет ключевой аванпост на севере. Поэтому офицеры и прапорщики несут свою службу, чтобы страна смогла вернуться на архипелаг, когда придет время и возникнет необходимость. Редактор субтитров А.Семкин